Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и мы сегодня с вами начинаем цикл передач о работах в саду. И начинаем мы именно сейчас. Весна – самый важный период для того, чтобы грамотно позаботиться о растениях, заложить фундамент здорового урожая и здорового сада. Именно весной просыпаются не только деревья, кустарники, наши любимые цветы, но и различные вредители, а также активизируются болезни. И если мы сейчас успеем вовремя провести обработку, то, соответственно, болезней в дальнейшем в саду будет гораздо меньше. Многие из наших подписчиков и зрителей интересуются, чем же можно и нужно обработать сад весной, и конкретно в какой период. Итак, самым важным периодом в жизни растений весной является фаза набухания и распускания почек. В это время температура воздуха уже установилась выше 5-6 градусов тепла. Земля прогрелась и оттаяла, началось сокодвижение, почки набухают. И в этот момент начинается самое активное рассеивание спор таких опасных болезней, как парша у яблони и груши, как различные пятнистости на крыжовнике, на смородине, на нашей любимой клубнике. Просыпаются светоеды, просыпаются другие насекомые-вредители. Но при выборе средств защиты нужно учитывать и температуру воздуха. Все-таки апрель – это месяц не самый теплый. И многие препараты не смогут проявить в это время всю свою высокую эффективность. Поэтому при их выборе мы ориентируемся в первую очередь на температуру окружающего воздуха и на свойства самого препарата. Именно сейчас лучше всего применять препараты контактного действия. Фунгициды на основе препаратов меди, таких как медный купорос, бордоская жидкость, азофос, медекс, купраксат, абегопик и так далее. Хом, оксихом. Сейчас их большой у нас выбор. Дело в том, что медь – препарат контактный. И попав на веточки растения, ложится на нем. При температуре плюс 4, плюс 5 градусов тепла медь уже довольно активна. И она способна подавлять прорастание спор болезнетворных грибков, а также бактерий, которые вызывают тоже опасные болезни. Из других препаратов неконтактного действия можно использовать топаз, фундазол, бенамил, топсин-М. Данные препараты способны действовать при температуре от плюс 5-6 градусов и выше. Они способны надежно защитить ваши растения при условии, что попадут на уже распускающиеся почки, на которых есть хотя бы немножко зеленой ткани. Ведь хорус, например, это препарат, который проникает именно в зеленую ткань, рассасывается в ней и действует на патогенов, на возбудителей болезней изнутри. У нас иногда спрашивают, нужно ли обрабатывать сады весной железным купоросом. Я могу сказать, что его эффективность как фунгицида крайне низкая. В железном купоросе присутствует железо, но отсутствует медь, которая, собственно, и является основным фунгицидом. Железный купорос хорошо применять осенью на наших виноградниках для подготовки лозы к зимовке. Потому что в той концентрации, в которой она тогда применяется, эта препаративная форма, он хорошо дубит кору, она огрубевает, и, соответственно, виноград легче переносит в зимовку, а также условия укрытия. Многие еще спрашивают, можно ли применять рано весной серу. Сера – очень интересный препарат. С одной стороны, он обладает фунгицидным эффектом и прекрасно справляется с мучнистеросяными грибами. С другой стороны, сера – это препарат, который предназначен для борьбы с клещами, но ему тоже нужна особая температура. Поэтому летом, когда температура воздуха днем поднимается уже до 14-15 градусов, эффективность серы для борьбы с клещами будет гораздо выше. Весна, период распускания почек – очень важный момент для того, чтобы разобраться с вредителями, насекомыми и клещами, которые тоже в это время выходят из зимовки. Выходят из яиц тля, выходят из своих укрытий под корой, в трещинах земли, в гнездах, запутанных паутиной листьями, различные клещи, различные цветоеды, листогрызы, пяденицы. И вот если сейчас мы успеем провести обработку, их количество в течение сезона не будет выходить за пределы какой-то определенной нормы. Для борьбы с ними рано весной, именно в период распускания почек, зеленый конус, необходимо, вернее, желательно использовать препараты инсекто-корицидного действия, то есть универсальные. Это может быть Актора, это может быть Фуфанон, Мавента Энерджи или Валиам Тарга. Они все хорошо зарекомендовали себя для борьбы именно и с насекомыми, и с плодовыми клещами. В частности, из насекомых они очень хорошо сокращают тлю, уничтожают светоеда, который уже проснулся и начинает прогуливаться у нас по веткам деревьев. Такие препараты обязательно вносим при хорошей защите себя с респиратором, защитными перчатками и очками. И, конечно же, обработка должна делаться в безветренную, пасмурную погоду. Хотя листьев еще нет, но солнце все-таки не самый лучший спутник при обработке наших плодовых растений. Обязательно соблюдайте инструкцию по применению препаратов и обязательно защищайте себя. Весна – это также лучшее время для того, чтобы помочь нашим растениям удачно начать сезон, внося при этом минеральные удобрения. Лучше всего весной вносить азотные удобрения, потому что растениям в этот период он нужен в первую очередь для построения листового аппарата. В дальнейшем, когда начнется цветение, мы добавим в их питание такие элементы, как калий, фосфор и набор микроэлементов. Но именно весной, когда оттаяла почва, проснулись корни и началось активное сокодвижение, больше всего растениям нужен азот. Какие удобрения можно использовать? В первую очередь это различные селитры – кальциевая, калиевая, аммиачная и карбамид либо мочевина. Как вносить? Кто-то предпочитает россыпью, кто-то – раствором. Поскольку весной листьев еще нет, внекорневая обработка не приветствуется, потому что нет тех органов и тканей, которые могли бы эти удобрения впитать. Поэтому вносим их россыпью на влажную землю с обязательной заделкой в почву граблями. Либо готовим растворы из расчета 30-50 грамм на 10 литров и поливаем уже посаженные нами молодые растения, либо взрослые. Если у нас идет задернение, то есть вокруг растений у нас уже газон образовался, то нужно учесть, что часть азотных удобрений перехватит и травка, поэтому дозу можно увеличить приблизительно на 1 треть, наполовину, чтобы хватило и вашим растениям, и просыпающемуся, выходящему из зимовки газону. Можно при этом немножко продырявить газон под деревьями, чтобы раствор как можно быстрее поступил в зону корней обитания, и быстренько растение его использовало для своих нужд. Не менее важно подкормить и кустарники, такие как смородина, крыжовник, как наша клубника и другие ягодные культуры на нашем огороде. Особенно смородину. Дело в том, что эта культура начинает вегетацию, пожалуй, одной из самых первых. Еще глухие почки на черешнях, на яблонях, на грушах, еще клубника не распустила свои первые листья, а смородина уже развернула первые листочки. Это значит, что ей очень важна поддержка в виде питания в это время. Некоторые из наших подписчиков спрашивают, когда нужно обливать растения, в частности крыжовник, смородину кипятком. Дело в том, что это традиционно народный способ борьбы с такой опасной болезнью, как мучнистая роса. Она способна изрядно подорвать здоровье наших кустарников и лишить нас иногда почти всего урожая, не говоря уже о том, что сами растения постепенно слабеют и могут даже погибнуть при сильном поражении. Здесь нужно сказать, что обливание кипятком действительно помогает снизить распространенность этой опасной болезни. Но очень важно запомнить, что эта процедура проводится до располскания почек. Почему? Когда почка закрыта, она надежно защищена своими почечными чешуйками. И кипяток, пускай он даже в процессе поливания немножко остынет, не может повредить спрятавшимися под этими чешуйками молодым листиком. Когда почка раздвинулась, когда мы увидели зеленые ткани, в это время обливание кустов кипятком проводить уже не рекомендуется. Скорее вы нанесете вред кустарнику, нежели пользу. Здесь можно использовать другие препараты от мучнистой росы. Например, не менее безвредный такой способ, как поливка кустов смородины перекисью водорода, разбавленный, трехпроцентный. Что, в принципе, помогает тоже сократить распространение этого грибка и других возбудителей болезней. Многие из наших подписчиков и зрителей являются приверженцами зеленого земледелия, экологически чистого и безопасного. И делают упор в своей работе в саду, на огороде на биопрепараты или микробиологические препараты. Нужно сказать, что эти препараты действительно совершенно безопасны для природы. Более того, их использование у себя на участках способно значительно улучшить состояние почвы, привести ее в более здоровое состояние, сохранить и восстановить почвенный биоценоз. Использование биопрепаратов хорошо сказывается на общем состоянии растений. Более того, замечено, что многие биопрепараты на основе бактерий Bacillus различных видов, попадая в почву, поселяются на корнях растений и очень благотворно влияют на его устойчивость к стрессам, таким как засуха или переувлажнение, перепады температур. Повышает устойчивость к различным болезням, в частности болезням корней, корневым гнилям, а также повышает устойчивость ко многим почвенным вредителям. Но при всех достоинствах биопрепаратов, при их безопасности, следует помнить, что поскольку это является биопрепарат все-таки живой культурой бактерий, либо грибков, для их жизнедеятельности требуются строго определенные условия, в частности температура и влажность. Так, для бактерий наиболее благоприятной температурой, при которой они полностью реализуют свои лучшие свойства, является температура плюс 24-28 градусов, а при температуре ниже плюс 14, они очень резко снижают свои защитные свойства. Для грибков наиболее важным условием является не столько температура, сколько влажность субстрата, куда его вносят. Дело в том, что его споры, грибков, его канидии могут прорасти только при условии наличия влаги. Если почва сухая, то, соответственно, они прорасти не могут и эффекта нет. Температура для грибка может быть ниже, чем для бактерий. Все-таки грибки, они более устойчивы к факторам внешней среды. Оптимальной температурой для них является температура от плюс 15 до 18-20 градусов. При этой температуре они хорошо прорастают, развиваются и выполняют свои защитные функции. Наиболее распространенными биопрепаратами бактериальными являются препараты на основе бактерии родобациллюз. Данная бактерия широко распространена в природе, участвует в нашем биоцинозе. Но наибольшую популярность получила бациллюз субтилис или семенная палочка. Она присутствует на всех, пожалуй, растительных остатках, которые у нас находятся в саду, в природе, участвуя в их разложении. Попадая в почву, она значительно улучшает ее состояние, улучшает ее микрофлору, повышает устойчивость наших растений. Но более того, некоторые штаммы этой бактерии, как оказалось, обладают очень мощным антагонистическим действием против болезней. Поэтому такие препараты, пожалуй, должны быть в зеленой аптечке каждого садовода. Но при использовании мы должны всегда помнить, что для их нормального роста и развития нужна оптимальная температура и достаточная влажность. Без пересушивания и без переувлажнения. Иначе они себя реализовать, как защитники нашего урожая, не смогут. Среди наших садовых вредителей есть особая группа, которая очень плохо искореняется. Это различного рода щитовки, ложнощитовки. А также очень трудно бороться нам с яйцами, яйцекладками различных насекомых и клещей. Дело в том, что не каждый препарат способен их уничтожить. И здесь нам на помощь могут прийти такие препараты, как 30+, или профилактин. А также мыльно-масляная эмульсия, которую можно и нужно использовать именно вот сейчас, в ранний весенний период. Их действие основано на использовании вазелина, минерального масла, которое, попадая на кору растений, на насекомых, которые зимуют на их яйцекладке, вызывает их гибель, растворение хитиновых оболочек яиц, растворение щитков у щитовок. И как следствие, кроме того еще, вазелиновое масло способно закупоривать дыхальцы у насекомых. Они просто задыхаются и погибают. Если мы возьмем такой препарат, как профилактин, там помимо вазелинового масла добавлено немножко инсектицида на основе молотиона. То есть он еще даже более эффективен. И повторюсь, использование масляных эмульсий, использование препарата 30+, на основе вазелинового масла или профилактина, в первую очередь эффективно в ранний весенний период. Когда насекомые, с которыми мы должны разобраться, только-только выходят в зимовки, когда еще нет листьев, и мы можем хорошо покрыть кору деревьев этим препаратом. В целом, эти препараты, особенно препарат 30+, для окружающей среды, безвредны для человека, для животных, для насекомых полезных, на которых вы это не наносите. Вы, естественно, наносите только на кору поврежденных в заселенных деревьях. Они тоже безопасны.